Результаты по выполнению программы формирования комфортной городской среды в городе возрасте в 2017 году я готов коротко доложить. Ситуация по реализации этой федеральной программы в нашем городе находится в следующем предпочтении. В дворовых территориях всего было заявлено, если вы помните, 38 дворовых территорий было заявлено на участие в программе. Комиссия общественно отработала и были выбраны с вашей помощью, уважаемые депутаты. 18 дворовых территорий, общий объем работы в квадратных метрах по оплатированию домовой территории составил 12 735 квадратных метров. В своевременно были проведены торги, определенный подрядчик, и к работам мы приступили, подрядчик приступил в августе месяце. Фактически работы начались одновременно во всех дворах, к сожалению, в некоторых дворовых территориях пришлось немного задержаться, но в связи с погодными условиями, тем не менее, на сегодняшний день все работы по дворовым территориям закончены, акты подписаны за исключением одной дворовой территории. Там просто нереальные требования сейчас у старшего по дому, Паралитарская, 33. Ну, с ним ведется работа в данный момент. Пытаемся объяснить, что в рамках тех денежных средств, которые были выделены, ситуацию не решить. В дальнейшем, те его желания, которые заявлены и не выполнены. Тем не менее, значит, 18 дворовых территорий принимали участие в этой программе. В принципе, подклик у граждан, у населения города Откинска в целом положительный. Я хотел бы высказать благодарность депутатам, которые принимали активное участие в реализации этой программы. Помогали в том числе и администрации. Большое вам спасибо. Что касается второй части программы формирования комфортной городской среды в городе Откинске, это общественное пространство. В нашем случае в городе Откинске реализовано продолжение оборудования и благоустройства набережной от гидроузла до памятника якорю и якоря до памятника Петровича Чайковского. Вы все видели, работы выполнены старше в срок. Мало того, еще подрядная организация сделала такой от благотворительности и дополнительно были завезены грунт туда и высажены отрывать, что сейчас очень красиво на нашу набережную. Надо сказать, что по программе 2017 года в городе Откинске впереди всей республики имеется в виду по реализации ремонта здоровой территории и общественной пространства. По набережной было освоено 20 миллионов рублей. Общая площадь территории благоустроенной более 600 квадратных метров. Я хотел бы немного остановиться по ситуации с программой формирования комфортной городской среды 18-22. Мы сейчас находимся с вами в состоянии общественного обсуждения программы формирования комфортной городской среды. Эта программа размещена на сайте администрации. В ней также перечислены все дворовые территории, подавшие заявки на участие в программе. Хочу сразу сказать, что по состоянию на сегодняшний день заявок всего 62. Таким образом, комиссия общественная провела работу по распределению дворовых территорий в соответствии с критериями отбора дворовых территорий, рекомендованных Минстроем России. И у нас получилась следующая ситуация, что на 2018 год у нас заходят 15 дворовых территорий. Но мы исходили из того, что объем финансирования будет на прежнем уровне. И исходя из объема планированных работ, мы ориентировались на 13 тысяч квадратных метров. Потому что в этом году мы освоили 12 тысяч 735 квадратных метров. Соответственно, отобрали 15 дворовых территорий в 2018 год. На 2019 год их получилось несколько больше, но это ввиду того, что там дворы поменьше попали. Ну и соответственно, у нас так получилось, что на сегодняшний день у нас заполнены заявки до 2021 года включительно. Я хочу обратить ваше внимание, что программа работает до 2022 года. У нас фактически 2022 год не заполнен. То есть заявок, поданных гражданами, не хватает для того, чтобы скомплектовать программу полностью. Поэтому я обращаюсь и к вам, так как вы работаете с людьми больше. И можете гражданам говорить, что мы готовы принять еще заявки. Но уже в отключение на программу 2021-2022 год. Что касается общественных территорий, то это также перечень общественных территорий размещен на сайте. Но по результатам общественного обсуждения, в том числе и с вашей помощью, мы, наверное, определимся, какие территории у нас зайдут в программу 2018-2022, и какую территорию все-таки граждане выберут для реализации 2018-2022. У меня все. Спасибо большое. Всему Богу. Я уже сказал, что есть рекомендации Минсу. Россия, в котором четко расписаны порядок отбора дворовых территорий. Общественная комиссия у нас создана еще в начале 2017-го года, которая принимала участие в отборе дворовых территорий для участия в программе 2017-го года. Поэтому мы не стали придумывать новую комиссию, и составить прежнюю комиссию, значит, провели отбор дворовых территорий. Исходя из того, которые были предоставлены, это первое, значит, основные критерии отбора, это софинансирование, сколько граждан заявляют, но там вот идиотворение заявляют, да? Да. Протоколь на собраниях, общих собраниях дворовых территорий, да? Горпостройки дома, соответственно, дата подачи заявки, потому что у нас есть некоторая часть дворовых территорий, которым по подсчету баллов получается там по 13 баллов, да? Да, мы их включаем в программу, но дополнительные, так сказать, арсеночные, включаем пункты, распределяем по дате заявки. То есть перетусовки уже не было? Вот, фактически, у меня осталось еще две подписи нашей уважаемой комиссии собрать, и будем опубликовать на сайте. По поводу претусовки и так далее. Вот в этом году возник вопрос по улице Гастелло-8. Жителям было объявлено, что они в этой программе, изначально они у нас, мы тоже их видели в перечне, там не только Гастелло-8, там и 12, и 10, и с выездом на улицу Гастелло, между 8 и 12 номером. Тут вопрос о том, что они начали проводить систему как раз-таки собраний, протокол оформлять, старшая по дому лично ко мне обращалась, 115 квартир, дом, сами понимаете, на улицу никто не выходит, то есть проходит заочное голосование, все подготовлено, все было принесено, отдано в управление ЖКХ, а управление ЖКХ отвечает, что ваш дом не в программе. Как такое может быть? Как вы это прокомментируете? А попали участки, которые изначально вообще даже не рассматривались, там Перевы, Комоносово и так далее, и так далее. То есть вот как так произошло, что администрация, управление ЖКХ, вот так вот проработало. Ну секунду. Значит, у нас было заседание общественной комиссии. Я уже говорил, что в начале года была образована общественная комиссия, в том числе представителя общественной палаты, городской душе, и Удольфович у нас там принимал участие. А поэтому, я уже говорил, 38 заявок было всего, из этих 38 отобрали 18 городов. Я не могу. Игорь Владимирович, суть-то в том, что дом не стал бы проводить собрания, оформлять протокол, если бы он не знал, ну старшая поддома, если бы они знали изначально, что они не попали в программу, она бы этим не занималась. Ей в управлении ЖКХ сказали, все, занимайтесь, вы в программе. Она провела эту работу месяц, полтора, может быть, два потратила. Ну, я не знаю, вы участвовали в этом, не знаете так, а я знаю, что это такое. И в итоге, когда она пришла, ей вот такой вот отворот поворот. Не стеснялся, она за только со слов. Нет, что? Зачем она в списке была? Нет, снялся. А в списке есть, конечно. Денис Александрович, ее работа даром не пропала, она вошла в 18-й год, поэтому даром она не пришла. А где мы же не видим, не знаем. Ну, я пока предварительно смотрели, мы, вот, две подписи осталось. Насколько я знаю, там, вон, она здесь. Нет, зачем тусовать? Одну секунду. Я еще раз хочу сказать, что для участия в программе граждане должны подать заявку. Там целый перечень документов, которые необходимы для участия в программе. Поэтому в любом случае, в любом случае старшая по дому должна изначально провести эту работу, а потом принести документы. Поэтому... Вот она это сделала, она пришла, ее отвернули, сказали, все, ваш дом вообще не рассматривает. Нет, разговор-то такой, что она тоже списки давали. Откуда взялся? Да, они там были. А вы там были. Нет, какой был, кей? Вы были. А как, почему из этого списка выбрали именно вот эти вот все эти самые? Почему они по списку это делали? Непонятно. Как это? Вы на каком основании это вы заходите? Юрий Васильевич, здесь все понятно. У нас осталось из этих заявок, то есть сначала были приоритетные дворы. А от всех приоритетных дворов? От всех депутатов. От каждого там было по 3-4 двора. Потом были приоритеты приоритетов. Сократили до 2 примерно дворов, да? А потом, исходя из той суммы, которая была выделена, оставили тот список из 18 дворов, который на сегодня был выполнен. А та работа, которая была проведена старшими по домам, она никуда не пропадет. Она вошла вот в эту программу дальше, на будущее. Вот эти дворы, которые не вошли здесь, не сделали здесь. Конечно, конечно. А вот этот приоритет приоритета мы со всеми депутатами уже обговаривали о северах. А где вы в 18-й год? Пока еще нет. Сейчас это будет еще две комнаты. А чего его искать? Да вот он есть. Здесь все, которые не сделаны, в 18-й год передвинут. А почему он? Или опять приоритет приоритета? Там чертки экзотерей. Юрий Васильевич, сейчас вы не скажете, что вы не можете в заявку не подал, и не попали. Вот так скажем. И опять приоритеты приоритетов. Как карта даже. Вообще, это что, с дорогами вы будите? Что с этими? В область просто. Да? Конечно, будешь. Артур Савадович, давайте. Коллеги, еще вопросы есть, какие-то по этому вопросу. Это надо собираться не здесь, не в сессии, а отдельно. Что-то никто не слышал. Две территории, да? Поговорили, вы поставите. Подушал. Да, я не хочу, чтобы... Конечно, приоритеты приоритетов. Мы подали заявки, список есть ли. Он пока есть на сайте или нет? На сайте пока нет, потому что у меня еще нет корпуса. Хотя у меня ту русь по... Есть информация, еще куда-то опоздать, что заявки подали какие-то... Конечно. Чтобы мы хоть, так сказать, онлайн отслеживали, знали, что какие-то подали. Потому что, будем говорить так, были обращения граждан каких-то, а может, старшим вагонам, чтобы мы своевременно не провели собрание и не обращались. Ну, тогда и подскажем. Давайте. И запомнить на вторую очередь. Николай Николаевич, я понял, значит, этот список будет передан в городской думе сегодняшний. Хорошо, спасибо. Время, если получается, есть в восемнадцатом году? А нет. Нет, не нарушено. Нет, кто у вас здесь? Давайте, 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 посмотрите. Давайте, подождем, немножко. Сегодня будет. Михаил Дмитриевич, поскольку я знаю, просторговали все поры к одним годам. Да. Почему было принято такое решение? Я не могу вам этого сказать. Я не занимался... Вы понимаете прекрасно, что это приводит к удорожанию работ, когда заходит большой подрядчик, берет большие деньги и отдает маленькие деньги, маленькие, но если мы бы разделили эти лоты на более мелкие, я не говорю, что там по каждому выру проторговать, но на 3-4 лота мы бы, во-первых, сэкономили, так или не так? Если я просто не могу ошибаться, я не знаю, в секунду было ошибаться. Коллеги, тихо, внимание. В связи с рекомендацией Ниженерго продавать предыдущих, которые были разработаны в Кучу Республику, в связи с этим нельзя было разбить дважды. Но насколько я знаю, Ниженерго на сегодняшний день не курирует эту программу, ее передают. По пролетарски 33, сразу хочу сказать, коллеги, вот та подрядная организация, которая заходила туда, она сломала там, нафиг, все, я не знаю, за выражение, они сломали палисадники, которые жители установили за свой счет, они сломали мафы какие-то, они какие были. Поэтому претензии с пролетарской перспективой. Я лично с Михаилом Юрьевичем туда ездил, у нас там всех не попили. Там стоят лужи, там туристы, полное безобразие. И сейчас просто говорить о том, что мы не можем, мы не требовали, мы из ДНК, люди получили деньги, и они делали такое. А Киевские мейки там поставили, это просто лужи. Два бетонных буыжника, три двесочки. И это вот о чем говорить? Это вопрос про мафы. У нас с вами, во-первых, имущество испортили, во-вторых, по программе у нас должны устанавливать мафы. У нас в программе комфортная городская среда, вы можете хоть и не кивать головой, у нас предусмотрены мафы и дороги, и тротуары. У нас ни в одном, и они, по крайней мере, те, которые ехали, есть, посмотрели. Нет у нас. Вот это то, что там поставили, это мафами, назвать нельзя. Первыми, второй момент. Я не знаю, как проводилась приемка, но лично приезжаем на 1 мая 83, лично приезжаем. Никаких прилеганий вообще ничего не сделано, там асфальт развалится через полгода, через год, потому что примыкания там не сделаны. Там сделано так, что грязь с тротуаров будет, на проезжую часть сразу разваливаться, потому что не вырезаны бордюры. Кто там это что делает? И потом, когда я пришел просто к обочине, я сам лично ковырял асфальт, вот такой же, отковыриваешь, а там уже щебел прилетит. И как мы потом будем людям смотреть в глаза, и кто будет потом это все делать? Насколько я знаю, у нас по городу вообще никаких гарантийных обязательств не выполняется. Дора появилась, она дальше разваливается, и все. А потом мы просто за счет бюджетных средств пойдем в новый асфальт. Как это процедурно мы сейчас будем делать? Кто будет отвечать нам за это? И как принималось то же самое 1 мая 80-й? Давайте видим, расковыряем асфальт. Покажу, кто мне расковыряет. Роман Фалевич, а вы понимаете, что вы когда ковыряете, вы их пользуете? Я знаю, что это. Но я знаю, что с не ставкой ковырять, но не увидят. Роман Фалевич, после этого прошло очень много изменений в этом дворе. И в том числе только вчера старшая по двору 83-го дома пописала все-таки. После того, как все устранили все ее недостатки, в том числе и те, о которых вы говорили. Поэтому эта работа живая. И она... Знаете, я не знаю, как, допустим, происходит с Атностанем. У меня, ну, я всегда привожу в пример. Здесь непосредственно участие. Я понимаю, жители, они могут не разбираться в этом. Есть все-таки какая-то управляющая компания. Она тоже непосредственно должна быть заинтересована. Потому что она этот двор, этот дом, как бы, содержит, благоустроит. То есть здесь комиссионно должно приниматься. Фактически делаться, Роман Фалевич, про что ты говоришь, делаться один раз должно. И на, как бы, на какие-то года. А тут, получается, размазали, а бы сделать, и, ну, это неправильно. И вот здесь в позиции администрации надо просто те люди, которые старше по двору. Их надо как-то обучать, может быть, даже сопровождение УКС есть, может быть, здесь с УКСом делать. Ну, как-то, мы же свой город облагораживаем, и нам выделяют деньги, и мы здесь его уложим. Завтра, вот, в 22-м году программа закончится, и у нас опять будут ямы в этих дворах. И что мы получили-то от этого? Ну, как-то надо здесь работать. Вы совершенно правы. Я вам скажу больше, что не только совместно, значит, с УКСом работало управление ЖКХ, совместно с подрядчиками, совместно с представителями дворовых территорий, которые назначены уполномоченными решением общего собрания. Поэтому, все, что вы говорите, я полностью да, мы так и делаем. В прошлом году, в прошлом году, в сентябре, сделали заезд с Лермонтова на Озверево 8. В прошлом году, в сентябре, мне вот на днях звонила старшая по дому, он весь сосел. Где вас тогда родили? О чем это? Это не от воровой территории. В прошлом году, в сентябре, было сделано. Вот, прошел год, все. Вот пример. С Лермонтова на Озверево 8. Пожалуйста, посмотрите. Я, положа в руку на сердце, скажу, что сделали хорошо, потому что мы не вылазили с этих городов. Хорошо, Антон Владимирович, вопрос? Я думаю, мало. Ну, мне хватит, запишите просто кольцо. Чисто кольцо. И раньше нам делали, на всю жизнь водалку. Кесы с трубой привозили и делали. Сейчас вы знаете и погода трубая. Какая другая. Мы выбираем, и вас снимают камеры в медиа. Коллеги, давайте, внимание, Антон Владимирович, вопрос мы завершаем. Отсуждение. Нет, я еще один вопрос. Ну, не вопрос простой. Сейчас, давайте, вы снимем. Немного с другой стороны начну. Вот, вы говорите, не вылазили из воров. Вы считаете, это оценка эффективности работы? Нет. Качество работы? Ну, тогда оценку сравниваем с десяток. Я наступлю к вопросу. Скажите, пожалуйста, генподрядчикам по данному направлению кто был? Автодор? Да. А у Автодора сколько субподрядчиков было? Сколько колен? Сколько? Три. А теперь у меня вопрос. Вы считаете, все эти колена бесплатно работали? Или на каждом колене оставалась маржа как субподрядная? Вот у меня теперь вопрос. Оставалось. Насколько эффективно администрация отработала по формированию стоимости данных работ? Если вы свои деньги не считаете, посчитайте деньги жителей города. Ну, кстати, по результатам торгов у нас было 125 тысяч экономий. Со скольки миллионов? Дотсоти. Дотсоти. Вы издеваетесь? Ну, шах. Красавцы. Договорились? Готово, Владимир Владимирович. Спасибо. Это предложение Романа Фалидовича, то, чтобы все-таки не одним лотом проводить в следующем году, а следующий лот. Коллеги по общественным пространствам просто дадут информацию. Сейчас ситуация такая. Комфортная городская среда предусматривается в участие жителей и обсуждение всех мест, где будем проводить благоустройство. И вот на сегодняшний день 15 заявок от жителей, ну не только от жителей, но и от общественных организаций в администрацию поступило. То есть, кто что видит, в ближайшие годы надо благоустроить какие территории. Готово программе, и мы должны это выставить на обсуждение, жители должны дать какие-то рекомендации, предложения, прорананжировать, проголосовать. А что делать вперед? На сегодняшний день данная информация идет следующим образом. У нас публичное обсуждение, публичные слушания на сайте выставлены. В сайте администрации спрятаны все эти 15 конкурсов. И не найдешь, сразу говорю. И по сути жители в этом процессе нечастливаются. У меня предложение такое. То есть вы, кто там владеет своими ресурсами, где-то размещает информацию, давайте мы жителей к этому даром сами цепляем. И я могу дать ссылку на весь этот перечень объектов, чтобы жители просто посмотрели, что там, и высказали свои какие-то предложения. Потому что у нас опять сейчас это все пройдет, администрация делает как нам. Не надо, условно говоря, как это происходит. Никто не проучаствует. Зачем тогда нам принимать эти правила устройства, если мы жителей не вовлекаем вообще? Вот и все. Да, одно из правил. Это одно из требований. Одно из требований максимального вовлечения жителей. Роман Фаридович, там во всех пунктах написано максимального вовлечения жителей. Даже на сайте ни новости, ничего об этом нет. Виктор Владимирович, пока я его вчера за ноутбук не посадил, пока он его не нашел, я сам найти него. Ну, Роман Фаридович, это своя вопрос. Да? Да, 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 да. Да, 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 да. Дорогие коллеги, когда я к администрации обращаюсь, ну, я, к сожалению, внимательно тоже это не смотрел вопросов, но вот с точки зрения того, чтобы любой житель города мог быстро найти информацию, связанную с публичными слушаниями, может нам раздел сразу ввести такой, чтобы сразу прочел официальный сайт, и там раздел, публичные слушания и так далее. Насколько я знаю структуру француза, он есть, сделаем очень хорошо. То есть, он есть, и он на первой, сразу на главной стороне. Нет, не структуру француза, либо на астразу. Я получаю с кого-то, с кем-то. Понятно, все хорошо, спасибо. Коллеги, предлагаю завершить обсуждение. Последнее предложение Юрия Васильевича, как самого внутрого депутата. От имени Оргкомитета приглашаю вас 7 ноября, во дворец культуры юбилейный, в 3 часа дня, в 15 часов, в 100-летие Октябрьской революции. То есть, будет торжественная часть, будет 1-5 посвящено этой дате. Поэтому 7-го, в 15-00, приходите, если кому-то пригласить, нужно перейти в кабинет, я там. Вход бесплатный? Вход бесплатный.